100 рублей за полчаса развлечений. Этим летом в Бийске работает больше десятка воздушных городков. Семь из них установлены на муниципальной земле. То есть, чтобы развернуть свой батутный бизнес, например, в парке, коммерсанты получили на это разрешение в администрации. Сегодня в Бийске сезонными аттракционами официально разрешено заниматься четырем предпринимателям. Места установки батутов четко согласованы. Для того, чтобы проверить, насколько соблюдаются правовые нормы. И где на самом деле стоят воздушные городки, создана межведомственная комиссия, в которую вошли сотрудники администрации, полиции и Роспотребнадзора. Первая точка, куда наведались участники рейда – бульвар 50 лет в ЛКСМ. Как выяснилось, бумагами там все в порядке. Согласно закону защиты прав потребителей, мы информацию увидели, кто предприниматель, режим работы, ценовая политика. Еще это я заказал, они неправильно печатывали по поводу безопасности аттракционы. Они сегодня мне отдают, вот это они не успели сделать. Следующая остановка комиссии – бульвар Вали Максимовой. Здесь тоже вопросом к документам не возникло. Хотя ряд замечаний в адрес предпринимателя все-таки прозвучали. А вот в парке строителей комиссию ожидал сюрприз. Батут на заявленном восстановлении месте стоял. Правда, на вывеске значилась фамилия не того предпринимателя, кто согласовал бумаги. Да и сами горки были другими. На этом месте должен стоять другой батут. Звягинцев Петр Сергеевич. Выдано разрешение. Ну, судя по вывеске, стоит Вишняков опять же. Как в детском саду, он не захотел стоять. Но нужно, чтобы он отказался. Вы подали заявление, мы его рассмотрим на комиссии. Оказалось, что батут в парке стоит незаконно. Документов у бизнесмена нет. И потому комиссия заставила коммерсанта сдуть аттракцион до тех пор, пока он не оформит соответствующие бумаги. Такая же участь постигла незаконно установленный воздушный городок в Ленинградском сквере. На батуте даже не было никаких опознавательных табличек с именем предпринимателя и правилами поведения на аттракционе. На это место также подавалось заявление от одного из предпринимателей города Бийска на установку батута. Но на комиссии было отказано в связи с тем, что однозначно здесь он будет размещаться на газоне, что сожжут всю траву и по правилам благоустройства это недопустимо. Всего же во время рейда комиссия посетила шесть точек с аттракционами. Деятельность двух была временно приостановлена. Однако, как выяснилось, коммерсанты проигнорировали запреты. И уже вечером батуты были в распоряжении детей. Теперь эту ситуацию рассмотрят на административной комиссии. Отметим, что это только начало масштабных проверок. В дальнейшем участники рейда совместно с представителями других структур проверят, насколько соблюдается правило безопасности. Анастасия Исаева, Андрей Сигаев, Будни.